МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чувашия программа «Открытый город». Программа, где мы совместными усилиями вместе с администрацией столицы, жителями, решаем проблемы каждого двора, улицы и даже дома. Участвуем в прямом диалоге чебоксарцев и руководства муниципалитета. В чебоксарской школе номер 37 состоялась очередная встреча с жителями в рамках проекта «Открытый город». Обсудить актуальные городские проблемы пришли заместитель главы администрации города Чебоксары, начальник управления архитектуры и градостроительства Анатолий Павлов и глава администрации Ленинского района Николай Прокопьев. Львиная доля всех вопросов приходится, как всегда, на сферу коммунально-бытового обслуживания. Ремонт внутри дворовых дорог, обустройство детских площадок, уличное освещение. Напомним, что в регионах реализуется федеральная программа формирования комфортной городской среды. Чебоксарам выделено 150 миллионов рублей, из муниципального бюджета – 10,5 миллионов рублей. В проекте два направления – благоустройство придомовых территорий и создание городских зон отдыха, комфортных для граждан. Главная идея – максимально вовлечь жителей. Именно они на Общем Совете составляют заявку, решают, что нужно изменить. Начиная с этого года работает федеральная программа формирования комфортной городской среды. В этом году мы запланировали по Ленинскому району 12 дворовых территорий. Но пока у нас получается 6. Для этого необходимо каждый дом должен провести общедомовое собрание собственников проголосовать за участие в данной программе. Должны участвовать более 50% собственников многоквартирного дома, проживающих в многоквартирном доме. И за участие от количества принимавших в собрании должны проголосовать не менее 2 третей. порядка 70% должны проголосовать за участие в данной программе. Мы сейчас готовим список домов для участия в данной программе. В октябре месяце мы должны полностью подготовить программу, включая до 2022 года. В этом году программа начала работать, будет работать в 17, 18, 19, 20, 21 и 22. Поэтому еще есть время у всех. Пожалуйста, готовьте заявки, протоколы общего собрания и комплексное благоустройство дворовых территорий. Мы будем проводить. Дворы, участвующие в этой программе, за счет федерального и республиканского бюджета получат обязательный минимум – асфальтирование, установка фонарей, скамеек, урн. Но есть и дополнительные опции. Можно, например, поставить спортплощадку, так называемые малые архитектурные формы, или даже расширить парковку. В этом году в Ленинском районе благоустроят не только дворы, но и площадку перед домом МОД. В планах также Дубовая роща, сквер Чапаева, Дориспарк. Для активных детей и их родителей запланировано строительство универсальной спортивной площадки. В этом году здесь будет построена новая универсальная спортивная площадка стоимостью 4 млн 366 тыс. рублей, которую можно будет зимой использовать как хоккейная коробка, летом как для мини-футбола, волейбола, баскетбола и так далее. Я считаю, что это будет только большая польза, большой плюс для развития наших детей, они могут, город будет содержать данную площадку, полностью город берет на себя содержание. Будет открыт пункт проката коньков и другого спортивного инвентаря. Ну и, конечно, будут построены и другие объекты для занятия, наверное, физической культурой, спортом на дворовых территориях, для детей. На встрече не обошли и больную тему продажи фанфуриков и распития спиртных напитков, особенно в вечернее и ночное время. Любители употреблять лосьоны, жидкости для стекол и другую опасную для здоровья химию наводят страх не только на детей, но и на взрослых. Алкоголики, вот они собираются не только с наших домов, они, похоже, приходят со всего Новоюжного района. В Чебоксарах, заверил старшеучастковую полномоченной полиции Владимир Кабанов, постоянно патрулируются проблемные участки. Что касается продаж спиртосодержащих жидкостей, то число аптек, занимающихся этим, неуклонно сокращается. Кроме этого, закрываются и разливайки. Сейчас некоторые уже закрываются. По пивной крошке суд состоится в августе. Бунгало пока уклоняется от встречи. Я со всеми практически встречался. Первый раз он пришел, потом, значит, не отказывается от встречи. Ну, будем принимать меры. Но одновременно все закрыть невозможно, если не позволяет законодательство. Противозаконно мы не можем работать. Правила продажи алкоголя постоянно ужесточаются. Недавно на заседании кабинета министров Чувашии было принято постановление, согласно которому кафе и ресторанам, расположенным в многоквартирном доме, запрещается продавать алкоголь с 22 часов до 10 часов. Нельзя купить крепкие напитки и в местах массового скопления горожан во время проведения публичных мероприятий. Еще одна важная тема – строительство жилья и социальных объектов. На 2017 год ставится задача построить 320 тысяч квадратных метров. Активно застраиваются 16 новых микрорайонов – Новый город, Радужный, Университетский 2, Садовый и другие. Общая площадь жилья в них составит около 4 миллионов квадратных метров. Под пристальным вниманием находится и вопрос расселения аварийного фонда. Под снос было намеченным 264 дома, признанных аварийными до 1 января 2012 года. В настоящее время переселены более тысячи семей. В этом году нам предстоит переселить 984 семьи, то есть построить 984 квартиры для нужда этих семей. В этих целях на сегодняшний день строится 5 жилых домов. На квартирных жилых домах это один жилой дом в микрорайоне Соленоя, один жилой дом по улице Парижская коммуна, по улице Богдана Хмельницкого, по улице Ленинского комсомола и по улице Магнитского. Значит, подрядчики все уже определены, контракты заключены, и строительство данных объектов ведется. И мы, в принципе, должны к сентябрю месяца завершить строительство данных объектов и уже предоставлять квартиры собственникам аварийного жилья. Также хотелось отметить, что правительством рассматривается вопрос продолжения данной программы переселения из ветхого аварийного жилья, но там уже будут несколько другие условия для собственников, пока они не определены, не зафиксированы нормативными актами. Но, тем не менее, данная программа будет продолжать работать. на территории Российской Федерации, ну, соответственно, на территории города Чебоксары. Показатель выполнения этой программы в Чувашии выше, чем в целом по стране. Кроме того, в республике почти 100% граждан, переселенных из аварийного жилфонда, получили квартиры в новых домах. Территория ЗДК-тракторостроителей также одна из тем нынешнего открытого города. Горожане переживают, что зеленая зона ЗДК может исчезнуть с лица земли. По первоначальному замыслу, пространство парка должно было составлять единый ансамбль с ДК, фонтаной, аллеем. Однако все осталось в проекте. Мало того, территория стала хаотично застраиваться. Сейчас на территории Рощи проектируется кадетский корпус с общежитием для студентов, стадионом и крытым ледовым катком. Разместить последний требуется рядом с учебным корпусом. Одно из условий строительства кадетской школы – это то, что обязательно должна построиться ледовая арена в связке с кадетской школой самой. Вся остальная часть парка, в принципе, она до сих пор является федеральной собственностью. И сейчас мы проводим для того, чтобы включить данную территорию как городской парк, программу развития городских парков, мы переводим данный парк в муниципальную собственность. Почему и не благоустраивался данный парк? Вот чтобы было понимание. Пока это федеральная собственность, мы не можем туда вкладывать муниципальные средства. Как только это становится муниципальной собственностью, мы сможем вложить на содержание парка, на благоустройство парка какие-то средства. Для того, чтобы те же тротуары построить, освещение для жителей, построить велодорожки. У чебоксарских архитекторов на этот счет свое мнение. Они решили разработать свой проект развития территории рощи АЗДК тракторостроителей и предлагают альтернативное решение. Во время одного из последних архитектурных советов чебоксарские зодчие негодовали по поводу ледового катка, который город собирается разместить рядом с будущим кадетским корпусом в роще АЗДК тракторостроителей и подыскивали ему более подходящее место. Теперь они протестуют против строительства в роще и самого здания будущего кадетского корпуса. Вместо этого архитекторы предлагают завершить дело, начатое больше 20 лет назад архитектором с мировым именем Феликсом Новиковым. Создать единый ансамбль из Дворца культуры и парка. Сам Феликс Аронович, который недавно отметил 90-летие, сейчас работает в Штатах, готов принять в этом участие. Его наработки визуализировал Чуваш-граждан-проект, а в заседании архитектурного совета он участвовал по скайпу. Я просто тогда не имел возможности так широко на это взглянуть, как вы сейчас смотрите. Наверное, моя роль может быть как бы консультативная такая, но я готов с вами сотрудничать с удовольствием. Архитектор Владимир Цыпленков развивает идею аллеи и предлагает наполнить парк разными зонами. Игровая, спортивная, зона отдыха. Мы сознательно убрали отсюда кадетскую школу, которая здесь была уже, так сказать, по настоянию руководства города размещена. И считаем, что все-таки эта школа должна быть размещена в другом месте. Поэтому вот эта основная аллея, которая заложена, здесь расположены вот эти фонтаны. Я ее поддерживаю, пытаюсь связать это целиком с парком, всю структуру, которая была заложена для этой идеи. И наполнить это пространство, кроме как сетью дорожек, еще и функции дополнительные. То есть, во всяком случае, здесь цвет, это разные функциональные какие-то участки. В отличие от предыдущего автора, Владимир Филатов использует плавные линии. Структура вот этого каскада и планировочные решения, которые у Феликса в самом начале были. Использование их, но добавление таких каких-то живых линий, живых холмов, деревьев, построек. Каскады фонтанов, разные функциональные зоны, аллеи вместо корпусов и каткам. Для тех, кто скажет, что это просто профессиональные капризы, есть следующие аргументы. Имея статус республиканского учреждения, школа будет набирать учащихся со всей Чувашии, являясь интернатом. Оно может располагаться на загородных территориях, где может получить достаточное пространство для свободного размещения всего комплекса, включая каток. Ему нужен полигон для военных игр, стрельб и прочих упражнений с военной техникой. Мы не знаем, как будет развиваться армия России и военное образование через 10-20 лет. Кадетской школе может понадобиться развитие новых, новые классы и другое. Здесь нет места для этого. Пока архитекторы выступают с предложениями, город оформляет землю в муниципальную собственность. Земля подрощи уже переведена из лесного фонда в категорию земель населенных пунктов. А пока территория по-прежнему пользуется популярностью только у жителей близлежащих домов и асоциальных личностей. Ежегодно во время городских субботников именно отсюда вывозится несколько машин мусора. Хотел обратиться, наверное, к горожанам, к жителям района, чтобы по-человечески относились к любой зеленой зоне. Потому что, опять же, выходя на субботники в этот овраг, мы видим, что там творится. То есть там буквально шаг нельзя сделать, не наступив на пластиковую бутылку, на стакан и так далее. Бутылки стеклянные. То есть, опять же, просьба всех жителей, горожан, соседей человечески относиться к тем территориям, которые имеются. Еще один вопрос, который волнует каждого четвертого живущего в этом микрорайоне – выгул собак. По сути, эта проблема касается и тех, кто имеет собаку, и тех, у кого ее нет. Выгул собак меня беспокоит очень сильно. Присутствующие в зале отметили, что хозяева собак часто выгуливают своих питомцев на школьном стадионе, там, где гуляют дети. По первой части – это нарушение правил выгула домашних животных. По второй части – если это домашнее животное причинило вред, в данном случае физический. То есть, например, собака кого-то укусила. По этому поводу, по части первой – собака, если она бойцовской породы, высокая, большая собака, она должна, во-первых, быть в поводке и в наморднике для предотвращения того, что она может накинуться на людей. По поводу того, что гадят данные собаки, в основном, когда была еще действовала статья 10 закон Чувасской Республики, собирали такие материалы проверки по поводу того, что собака, значит, нагадила на газон. И в отношении владельца данной собаки принимались меры. По вашему вопросу, если вы видите то, что действительно собака гуляет без поводка и без намордника, можете сообщить в отдел полиции к нам. Мы приедем, зафиксируем данное нарушение, опросим владельца собаки и составим административный протокол. Наша съемочная группа побывала на этом стадионе. Мы своими глазами убедились, что собак здесь действительно немало – и больших, и маленьких. Владимир Афанасьев, как и многие другие собаководы, вынуждены нарушать правила. Просто потому, что не знают, а где же все-таки можно выгуливать своих четвероногих друзей. Здесь территории для выгула собак нет. И пользуемся территорией, что вот ходим по краю. Днем, утром, конечно, ходим и по территории, потому что тут народу нет никого. А так территории для выгула собак нет, потому что места даже нет. Одна школа напротив, другая напротив, стадион центральный. Выгули у собак только на поводке. Хоть она и добрая собака, она, наоборот, любит детей. А есть, конечно, такие, которые злые собаки. Есть какие-то, некоторые выгули даже без намордников. Бывает, бывает, вот так и защищаешь. Между тем, в этом месте действительно гуляют дети. Мамы с колясками, пожилые женщины. Правда, школьники, которых мы встретили наперебой, кричали, что им четвероногие друзья человека нисколько не мешают, а даже наоборот. Они прикольные, милые и пушистые. Мы их всех знаем. Бешеные, которые, допустим, их с намордником. И они ходят около этих хозяин. А которые маленькие, они без намордников. Гуляют и без поводка. Мне не разрешают заводить собак, потому что моя мама аллергия. Но я постоянно прихожу вечером на стадион, чтобы поверять с собаками. Между тем, в других районах Чебоксар имеются обустроенные места для выголов собак. К примеру, в северо-западном районе столицы. Эта площадка изначально была запроектирована строителями, но ухаживают за ней сами жители микрорайона. Для питомцев наших друзей, как говорится, построена вот эта площадка. Площадка была оставлена вот этими своими барьерчиками, заборчиком сделана. Ну, это маленькая площадка, конечно, для нашего микрорайона, но это вот для маленьких именно собачьих, которые выгуливают именно на поводке. Невысокие. Но оставлены вот в таком виде, пользуются люди. И хотелось мне, хозяевам этих своих животных, чтобы они знали, какие правила существуют для содержания животных. Это значит, правила, утвержденные администрацией города по содержанию животных. Некоторые цитаты из этого постановления, правил, хотелось мне донести до собственника. Хозяева этих собак стараются теперь уже, видят, как мы убираемся. И обращение уже здесь есть, что за своими собаками нужно убирать свои отходы жизнедеятельности. Поставили мы им урны, собирают за своими собаками, чтобы не загадить, чтобы последующему питомцу было приятно гулять. Они за собой убирают, оставляют в урнах. Эта площадка никогда не пустует. Сюда приходят гулять с маленькими собачками. Как хорошо, что в нашем районе есть специальная площадка для выгула собак. И каждый день я выгуливаю своего любимого питомца именно здесь. После того, как мой питомец ходит в туалет, я за ним убираю, так как здесь есть специальная урна. На площадке приятно гулять, потому что она содержится в чистоте. И каждый хозяин должен убирать за своей собакой. Для собак побольше в микрорайоне есть еще одна площадка с высокими заборами и барьерами повыше. Здесь питомца можно спокойно отпустить с поводка. И людям спокойно, и животным хорошо. Вообще-то площадки – это дело положительное. По крайней мере, жильцам спокойно. Когда собаки отдельно, люди отдельно. Я считаю, по всем нормам все это сходит и подходит для выгула собак. И желательно, чтобы в городе были как можно больше таких площадок. У собаки сейчас ведь разные бывают, так ведь, да? Бывают борзые, бывают злые. Но все-таки, когда отдельно выгуливают, когда тренируют отдельно, дрессируют, я считаю, только в пользу. Хорошо бы, чтобы пример северо-западного района взяли на вооружение и другие. Кстати, глава администрации Ленинского района Николай Прокопьев обещал проблему решить. Мы запланировали обустройство площадки для выгула собак. Здесь, вот в вашем микрорайоне, необходимо найти тоже территорию. Наверное, это возможно. Есть у нас дворовые территории, где, возможно, огороженную такую площадку с элементами, значит, малых форм для тренировки собак можно обустроить. Этим мы будем заниматься. Одним из таких мест для выгула питомцев может стать заброшенная котельная, считает Владимир Афанасьев. Вы предлагаете эту территорию использовать как место для выгула собак? Больше тут никакой территории нет, потому что тут детский садик, две школы, большая спортивная площадка, а там есть и забор. Ну, конечно, надо это все убрать. Это большие затраты, это надо все. Кран, монтажники, перевозка, вот это все, разборка. Здесь раньше была котельная. Теперь котельные их нигде ликвидировали. Это так осталось сносить. Это невыгодно никому, это затраты большие. Здесь был какой-то, я не знаю, что тут было, но недели две с половиной назад, видите, все сгорело. Кстати, это заброшенное здание действительно недавно горело. Жителям района пришлось изрядно понервничать. Пламя было настолько сильным, что пожарным не сразу удалось его потушить. По судьбе этого помещения жители также поинтересовались угловой администрацией района. На нашем же стадионе вот это наше заброшенное, любимое, в кавычках, здание. Возник пожар прямо на наших глазах. Нам уже просто опасно рядом с ним. Гуляют дети, близко детский сад, близко дома. Что-то решается с этим зданием или нет? Ответьте нам, пожалуйста. Буквально на эту неделю комиссия с участием нашего сотрудника выходила, значит, и мы доводим, значит, это до горком имущества через Росреестр, выявляем собственника и дальше принимаем меры. Мы знаем, что данный объект, как бы он, ну, не ухаживает никто за данной территорией. Поэтому по данному объекту будут приняты меры. А пока вопрос с выглом собак в Новоюжном районе решается, мы узнали, как с этой же проблемой справляются в других городах. К примеру, в Калининграде, городе, где каждый третий имеет собаку, имеется достаточно много мест для прогулок со своим питомцем, более 40. Также установлены вот такие щеды с контейнерами, в которых находятся пакетики, и каждый хозяин убирает за своей собакой, так что на газонах нет никаких мин. Кроме этого, в городе существуют запретные территории, где выгул или появление собакой строго запрещается. Кстати, в случае нарушения установленных правил, собаководы Калининградской области могут заплатить немаленький штраф от двух до пяти и более тысяч рублей. А мы напоминаем об основных правилах содержания животных в городе. Выводить собаку на прогулку разрешается только на поводке, длина которого позволяет контролировать поведение животного. Но собак, представляющих угрозу для людей и животных, также должен надеваться намордник. Выгул собак можно осуществлять на специально отведенных для этой цели местах или площадках, а при отсутствии поблизости таких мест – на других подходящих территориях. Если площадка для выгула собак огорожена, разрешается выгуливать собак без поводка и намордника. При выгуле собак в ночное время с 23 до 6 утра их владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины. При выгуле собаки владелец обязан убрать оставленные животным экскременты. На дороге, тротуаре или при пересечении проезжей части дороги собаку необходимо брать на короткий поводок. Не допускается сопровождение животного малолетними, а также лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Также запрещается входить с собаками в организации торговли и общественного питания. Сегодня мы вместе с представителями администрации постарались ответить на самые актуальные вопросы жителей микрорайона. В качестве резюме нужно отметить, подобные встречи полезны тем, что они помогают понять, что действительно волнует простых людей. А такой проект, как «Открытый город», помогает в решении конкретных проблем жителей. Напомним, очередной открытый разговор состоится в ближайшее время. Придите и задайте свой вопрос. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова